Тихий свет на маковце баре, На долитею, что радуга цветет. По благословению святейшего патриарха Кирилла в Волгоград из строицы Сергий Вилавры прибыла икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. В мае этого года отмечается 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, являющимся одним из великих святых русской православной церкви. В лицеево русский народ осознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и только тогда получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у троицы еще за год до своей развязки, было пробуждением Руси как народа исторического. Преподобным Сергием начинается история. Преподобный Сергий еще раз подтвердил всему миру о том, что изначально в устройство всякой структуры должно полагаться духовная основа, духовное начало, то есть корень духовный на первом плане. Должно быть сориентировано так, наши взаимоотношения, так личность, что стоит должен дух человека. Дух человека, он нанизывает на себе все. Если дух здоровый, то он к тебе притягивает все здоровое. А если больной встречается, то он исправляет, меняет это. И наоборот, если человек основывается на грехе, то ничего доброго, греховный замес дает и плод греха, возрастания греха. Сергий являлся основателем Троицкого монастыря под Москвой. Ныне Троица Сергиева Лавра и был ее вторым игуменом, подававшим всем пример своим смирением и трудолюбием. Сергий запретил принимать подаяние, и это стало правилом, по которому все иноки должны были жить от своего труда. И сегодня мы, вспоминая преподобного Сергия, оценивая его подвиг, вновь пересматриваем свои нравственные ценности и поступки, сопоставляя их с его заповедями. И обращаясь к нему, просим, чтобы яскость совести нашей степени указала на путь, куда нам шествовать, увлекил нашу волю, чтобы его подвиг был нашим примером, чтобы мы усматривали в преподобном Сергии своего покровителя за мир нас. Субтитры создавал DimaTorzok